Приветики! Сегодня я приглашаю вас посмотреть второй час своих покупок, который я сделала за границей в Ирландии. В основном только в Ирландии. Тут будет косметика декоративная и косметика уходовая, как я и обещала в принципе в прошлом видео. Давайте начнем с уходовой косметикой. Итак, купила я себе вот два таких шампуня Оси. Оси, как это правильно произносится? Оси. Оси это... Австралийская марка. На самом деле, если вы смотрели мои влоги, вы уже видели, что я хочу купить, потому что я зашла в магазин Tesco. Кто же в этой Европе все этот магазин знают? И эти шампуни там были по скидке, они стоили чуть меньше трех евро в Израиле. Один такой шампунь стоит около шести евро. Я подумала, что это мой шанс попробовать эти шампуни, тем более после того, как я слушала обзор на канале у Гали из Турции. Ссылку на канал Гали я оставлю внизу, обязательно зайдите на ее канал. В общем, она сказала, что это шампунь Супер Пупер Шикардос, как она выражается. В общем, ну если Шикардос и Габи нужно его попробовать. В общем, короче, я его взяла попробовать, хотела такой же кондишен купить. Но, как ни странно, все шампуни в любых сериях от Оси были по скидке, кроме кондишенера вот этого вот Volume. Не знаю почему, и по этому кондишен я купила немножко другой, Miracle Shine. Да, Miracle Shine. Если это для объема волос Volume, то это для блеска волос. В общем, попробуем. Пока пользовалась им только один раз. Если честно... Это, кстати, шампуни не натуральные, ничего, да, тут сульфаты все присутствуют, кому интересно. А пока пользовалась один раз. Если честно, честно сказать, с одного раза нельзя. Но с одного раза впечатление на меня не оставили однозначно хорошее, потому что волосы после них приятные, мягкие, хорошо расчесываются. Что для меня это немаловажно, расчесывание волос после шампуня. Поэтому пока мне нравится. Но с одного раза, вы понимаете, мало что можно сказать. Следующее, что из уходки я купила, это вот такой вот спрей от Вазелин. Это Spray & Go Body Masterizer. То есть, это как, насколько я поняла, я это видела на английском, на англоязычном ютубе, что, в общем, это типа крема-лосьона для тела. Вы просто берете, пш-пш-пш, на все тело попшикали, немножко разлазали и пошли, и оно увлажняет ваше тело. Тут даже так, в принципе, и картинки нарисованы. Я взяла саловера только по той причине, что во всех магазинах в Ирландии он стоил по-разному. Начиная с 4 евро и заканчивая с 7 евро. Конечно же, я купила за 4. Но в том магазине, где я покупала в городке у своей мамы, за 4 евро... Вообще, в принципе, в Теску оставался только один вот этот саловера. Все другие были распроданы, поэтому все, что было, то и купила. В принципе, тот, что было, то и купила. Но у них был шоколадный, который я хотела купить, но, к сожалению, не удалось у меня его отловить. То есть, я его проворонила, когда мы были в большом городе. Ну, не страшно, буду пробовать этот, еще этот вообще не пробовала, поэтому пока сказать ничего не могу. Также для тела уже в Дьюти Фри в Берлине я прикупила себе бестселлер The Body Shop. Это их Барри Баттер с Манго. Слушайте, это офигительная вещь, люди. Просто офигительно пахнет. У меня других слов нет. Обалденно пахнет. Очень классная вещь. Если у вас есть возможность, и вы еще это не пробовали, обязаны попробовать. Я, в принципе, поэтому и купила его, потому что никогда ничего от The Body Shop для тела не пробовала. Пробовала для лица. А серию Си с витамином Си, которая мне абсолютно не понравилась. И я решила купить что-то из бестселлера для тела. Купила это. Девочки, полный восторг. В общем, обалденная штука. Тем более на зиму. Тем более для ног, которые у меня зимой именно нижние конечности, ниже колена сухнет ужасно. Сохнет? Нет, сухнет. В общем, очень сухие ноги. Обалденная штука. Я в восторге в полном. В общем, обалденная штука. Я ее уже пользовалась. Также для тела я купила несколько штучек от Soap & Glory. Это, по-моему, английская марка. Да, она тоже на YouTube очень знаменитая. В общем, я купилась. У них там в магазине Boots была скидка. Скидка, покупаешь 2-3 в подарок. Поэтому я взяла 3 миниатюрки. Я взяла самые банальные вещи для того, чтобы вообще немножко как бы вкусить вкус этой марки и нормально ее попробовать. Поэтому я взяла крем 10-50 миллилитров. Что для крема, а для рук это вполне достаточно. И также я взяла их тоже бестселлер. Бори Баттер. Да, их самый известный. Он самый обыкновенный. И он очень сильно пахнет таким, знаете... Вот он просто такой беленький. Вы знаете, он очень сильно пахнет чем-то таким... Запах спа. Чем-то таким парикмахерской такой. То есть у него такой запах, что я даже не могу определить, что. Это написано, что здесь... А-а-а-а-а-а-а-а-а. Он с маслом ши и аловерен. Но ни то, ни другое здесь не чувствуется. А чувствуется что-то такое вот... Ну, спа. Вот запах спа. У меня просто другого описания нет. Он уже по консистенции своей не напоминает этот Боди Баттер. Это настоящий Боди Баттер, более или менее. Это более такой плотный крем. Ну, тоже очень классная вещь. В полном я тоже в восторге от нее осталась. Очень мне понравилось. Обязательно себе, если куда-то еще раз полечу, куплю большую такую Бодью. Потому что, ну, очень мне понравился крем. Я еще для рук не опробовала. Ничего по поводу него сказать не могу. Да. Но говорят, что он тоже бестселлер. Мы попробуем. Что я еще купила для себя? Это масло марокканское для волос. Его я купила у нас в израильском Дьюти Фри. Вы знаете, цена его очень сильно подорожала. Как ни странно. Вообще, раньше он стоил 29 долларов. Сейчас он стоит 34 доллара. В шекелях почему-то раньше это выходило 90 с чем-то шекелей. Сейчас это выходит 135 шекелей. В общем, почти на 40 шекелей он подорожал. Это даже, можно сказать, почти в полтора раза. Что-то ненормальное, не знаю. Нужно проверить, где в Израиле можно его подешевле купить. Какая-то нормальная цена в любом случае. Купила я себе это масло. Хотела я его себе уже вернуть, купить. Потому что им когда-то давно пользовалась. Использовала таких бутылька 4. Потом я вошла вот в этот всю... Во весь этот YouTube. Все пробовала. И в общем, с того момента, как я вошла в YouTube, я перезакончила его все бутыльки. И начала пробовать. У меня было масло от L'Oreal. У меня было масло от Amico. У меня было два натуральных масла. Масло органовое натуральное орехо-макадамия. У меня было масло... Ой, еще в такая-то другая знаменитая фирма, которая продается через интернет. Забыл сейчас ее название. В общем, еще одно знаменитое ценовой категории, как это марокканское масло. И все вроде ничего. Но как-то у меня... Помните, я вам показывала, что я беру с собой? У меня была миниатюрка этого масла. Я ее взяла с собой. И слушайте, когда я там начала пользоваться этим маслом опять, я все поняла, что все, с чем я пользуюсь, фигня полная. Я просто обожаю это масло. И больше ни на что его менять не буду. Еще очень хочу попробовать масло от Kerastase. Ну, во всех отзывах говорят, что оно очень похоже на L'Oreal. А L'Oreal я абсолютно не полюбила. Поэтому Kerastase пока я не пробую. Если у меня где-то... И где-то я смогу себе отловить миниатюрку, будет, конечно, очень круто. Но пока, в общем, я вернулась к этому маслу. Для моих волос она самая лучшая. А на химии химии... Я уже сто раз говорила, ничего натурального нет. Но, не знаю, мои волосы с ним себя ведут очень классно. Они не пушатся, они кудрятся, они блестят. Они выглядят здоровыми, красивыми. Они не выглядят посеченными. В общем, я лично это масло обожаю. Поэтому я купила. И, наверное, пока с ним только и буду. Когда я прилетела в Лондон, то у меня мое лицо начало очень классно себя вести. Короче, меня полностью всю высыпало в разные прыщами. Очень часто у меня после перелетов это бывает. Другой климат, другая погода, ветер, в общем, все другое. Меня всю высыпало. У меня вообще чувствительное лицо. Я вам уже это говорила. И как-то первые три дня в Лондоне я еще себя вела нормально. Но когда я прилетела в Ирландию, я поняла, что мне нужно что-то срочно. В общем, я пошла в магазин. У них есть магазин Superstock. Ой, я забыл, как он называется. Ну, тоже, в общем, знаменитый магазин косметики. И там вроде, насколько я поняла, это их фирма. А, может быть, здесь и написано. Супердраг, вот. И там есть их фирма, которая называется Tea Tree Skincare. Она очень дешевая, эта фирма. Я купила себе два таких средства, потому что они были один плюс один. И одно средство стоило, что там, 3 еврика. В общем, я купила самое обыкновенное чайное... Масло чайного дерева. Почему я свою с собой взяла, никто не знает. Такое вот от прыщей. И также там была вот такая вот штука. Тоже говорится, что это... Спотстик. В общем, палочка для прыщей. Тоже на основе чайного дерева. И дерево мяты. И тут, конечно, еще много разных ингредиентов. Тут оно уже не натуральное, потому что здесь присутствует всякое бла-бла-бла-бла. Половина чего, я даже понятия не имею, что это. В любом случае, я купила. Оно пахнет спиртиком. Но, если честно, оно мои прыщики очень хорошо заживило. Я им пользовалась все время. Моего побывания там. Оно очень ярко пахнет мятой и чайным деревом вместе. Потому что мяты запах я еще переношу. Чайного дерева запах я не... Масло чайного дерева запах я не очень люблю. Но как бы из-за того, что я знаю, что оно очень хорошо помогает на лицо, то я как бы то, что я не люблю, засовываю себе в одно место и пользуюсь. Извините за выражение. В любом случае, эта штука мне очень-очень хорошо помогала. Я не знаю вообще, где-то можно подобное что-то купить. Просто, понимаете, вот что-то искала, чтобы мне помогло и купила. Поэтому, да. В общем, две такие штучки. Когда мы летели уже обратно, это я вам показывала в влоге. Если еще раз говорю, что это несмотря на мои влоги, вы можете зайти на мой влоговый канал. Ссылка будет внизу и посмотрите мои влоги. В общем, обратно, когда мы уже летели и вылетали с Ирландии, я подошла к стенду Локситан и прикупила себе два кремика для рук. Вот это вот с миндалем. Это их обыкновенное с маслом щи, да? Или без масла щи. В общем, короче, это их оригинальная формула. Это формула с миндалем. Они там стоили 6 евриков, 6,40. И мне это показалась хорошая цена, потому что в Израиле такой кремик стоит чуть больше 10 евро. Вот, поэтому я прикупила себе два кремика. А у меня был вот недавно такой вот, еще меньше, чем этот. И он мне очень-очень понравился. Поэтому я как бы, когда увидела Окситан, захотела купить именно себе кремики для рук. Потому что они еще такие, знаете, очень маленькие. Они как раз для женской сумочки. В самый раз, тем более сейчас зима началась. А у меня зимой очень же сохнут руки. В общем, это будет в самый раз. Прикупила вот такое вот масло для губ. А это у меня с Blueberry. Blueberry это черника, да? Если я не ошибаюсь. Черника, в общем, она самая обыкновенная. Вы его, наверное, все миллион раз видели. И если честно вам сказать, черника меня это поразила. Она мне почему-то очень понравилась. Даже не знаю почему. У меня есть вот такой вот raspberry. Это с малиной. И черника мне нравится в 100 раз лучше. Я еще даже себе подумала купить там с орехом акадамии и ванилой. Но когда начала пользоваться этой черникой, почему-то она мне настолько понравилась, что я решила, что еще себе одну чернику куплю. Но потом я остановилась и поняла, что у меня еще дома есть этот почти полный. И этот новый, что я купила. Поэтому, Габи, сначала закончи эти, что тебе их на год хватит. А потом покупай новый. Поэтому я как бы остановилась только на покупке одного. И, в общем, очень классная штука, кстати. Если у вас это продается, я вам очень советую попробовать для губ. Очень классно можно этот губ. Вы знаете, я понимаю, что это видео сейчас получится опять длинным. А что делать? Не хочу это делать на разные. Так что извините, видео получится длинным. Буду говорить быстро. Я знаю, что вы не любите, что я тараторю. Но что поделать? Купила вот такую вот штуку от Batista. Это такой порошок, который... Есть сухой шампунь, правильно? А вот это такой порошок... Который рассыпается. В общем, такой вот порошок, который очень рассыпается. Который работает как сухой шампунь. Смысл вот в том, что вы берете здесь на пробор, насыпаете его немножко. Делаете другой пробор, насыпаете немножко. И все это пальцами как бы втираете. Для того, чтобы он как бы делал объем вашим корням. Девочки с жирными волосами не советуют штук вообще. У меня волосы вообще не жирные. Вообще. То есть я могу с волосами иногда их неделю не мыть. Они у меня нормально будут выглядеть. Эта штука безумно жирнит волосы. Особенно корни. Безумно, 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 безумно. Это в общем... В общем, в принципе, я ее никому не советую. Если честно, лучше сухой шампунь. Даже того же Batista. Но если вы уже купили, то пользуйтесь ей в каких-то очень экстремальных случаях. Потому что... Ну не знаю, кому она может не жирнить. Если она моим волосам супер сухим, которые вообще никогда не жирнятся ни от чего. Только если я прям на себя литр масла вылью. Не советую. Последнее уходовое средство, что я купила. И если вы за мной следите в инстаграме, то я там у вас спрашивала. Девчонки, есть ли кто-то? Или я там спрашиваю в влоге. Я уже не помню. В общем, я спрашивала, если у вас есть что-то, мне посоветовать купить из фирмы Number 7. Number 7 это фирма от Boots. То есть это, по-моему, их домашняя фирма, насколько я понимаю. Да? То есть Number 7. Видите вообще что-то? Да. В общем, Number 7. Потому что я купила в Boots вот эту вот Sop & Glory крема, которую я покупала. И они мне дали два купона. На их уходовое средство купон был 7,5 евро. На их косметику купон был 4,5 евро. И, короче, вы получаете купон. Вам же нужно что-то срочно попробовать. В общем, я пришла домой. Зашла в YouTube. Посмотрела, что люди советуют. Что вы мне посоветовали. Вы мне, на самом деле, многие ничего такого особенного не посоветовали. Потому что сказали, что ничего особенного в этой косметике нет. В общем, я остановилась на том, что я купила только уходовое средство. Купон на косметику я не использовала. Я ничего не купила. Потому что я не нашла себя там, если честно. В общем, я купила такое средство. Это умывалка. Умывалка с тряпочкой. Насколько я поняла, это средство аналог умывалки от фирмы Liz Early. Я смотрела это на английском YouTube. В общем, фишка в умывалке такая. В общем, тут 200 мл. Огромный объем. Фишка в умывалке такая. Что вы берете, наносите ее на руки. Наносите на ваше лицо. Сколько вам там нужно? Одно-два нажатия. Хорошо-хорошо массируете. Ждете пару секунд. Потом берете вот эту вот тряпочку. Ее под кипятком, то есть под очень горячей водой смачиваете. И потом эту тряпочку прикладываете к лицу. Ждете буквально, не знаю, 5 секунд. И этой тряпочкой аккуратненько-аккуратненько смываете всю косметику, всю грязь. И так повторяете несколько раз именно сам процесс с тряпочкой, без уже дополнения этого. Это должно умывать ваше лицо, смывать вашу косметику. И вместе с тем немножко делать, как бы, ну, чистить ваше лицо. Поскольку эта тряпочка, она сделана из хлопка. Она, ну, немножко как бы эксфолирует ваше лицо. В общем, пока еще я это дело не пробовала. Отзывы на YouTube, именно на англоязычном YouTube очень хорошие. Буду пробовать, не знаю. И мы переходим быстренько на косметику. Потому что что-то уже все заболталось, уже как-то чего-то всего много получилось. Косметики мало, честно говорю. Первое, что я купила, конечно же, тадам! Naked Basic 2 от Urban Decay. Ходила я вокруг этого стенд раза три. Мой муж на четвертый раз меня подвел у продавца. Сказал, что я хочу и купил. Потому что задолбала его ходить со мной вокруг да около. В общем, такая палеточка маленькая, как и Naked 1. Это мне нравится в сто раз лучше, чем Naked 1. Слышала много одних отзывов, что она не очень пигментированная. Только она не открывается, это точно. Что она сильно пигментированная, что она не такая, что она другая. Подождите. Опа! Открыла. Вот. В общем, такая вот палеточка. Девочки, у кого кари зеленые глаза, это для вас идеальная палетка. Я вам советую... Ну, я не знаю, что вам посоветую. В общем, идеальный подбор цветов здесь. Я уверена, что, конечно, эти цвета вы можете найти в других палетках, в принципе. Потому что они не что-то там супер-пупер, а такого, что нет в других палетках. Но подбор цветов вместе в этой палетке, он просто идеальный. Я как-нибудь сделаю вам сравнение первой палетки и этой палетки. Вы знаете, что тени я на самом деле не очень люблю. Ну, я просто влюбилась в эти цвета, поэтому купила. Пигментированы они все очень хорошо. Но, если честно, мое мнение такое, что вообще все тени, они, в принципе, хорошие, если вы накладываете их на очень хорошую базу. Вот. В общем, купила такую. Следующее, что я себе прикупила... Я вообще изначально думала купить себе в Джьюти Фри двое румян. Одни румяна номер 5 от Armani, которые я слышала, супер отзывы, и цвет мне очень понравился. Но, как я поняла, их сняли с производства, и в нашем Джьюти Фри их уже не было. Потом я думала купить румяна от MAC. Фрэнкли с Карлой такие красные. Джьюти Фри их не продают, потому что сказали, что это продукт, который продают только на Ice Sweet, и поэтому идите, девушка, гуляйте, как говорится. В общем, ну, я и пошла гулять. И прикупила себе эти румяшки от MAC, потому что те от Armani я нигде не нашла. Прикупила их себе уже в Ирландии, в городе Галвей. И тоже это было то же самое. Я ходила и смотрела на них, смотрела на них, смотрела на них, говорила, нет, куплю в Израиле, куплю в Израиле. Натер подошел, сказал, иди сюда, давай их купим, и ты не будешь мне капать сидеть. Ты хочешь, хочешь, хочешь. В общем, пошли, и мы их купили. Супер румяна, девочки, всем белоснежкам советую такие вот яркие красные румяна. Чуть-чуть дотрагивайтесь кисточкой, наносите на щечки, вы выглядите, как такой, как маленький морозок выглядит на лице. Просто, естественно, обалденно. Главное, только с ними не пользоваться бронзером, потому что там рыжий цвет с этим холодно-красным не очень сочетается. Но обалденные румяна. В общем, супер покупка, как-нибудь накрашусь с ними, вам покажу. Очень довольна, вот реально, очень-очень довольна. Три помады, что я купила, я их купила у нас в израильском Duty Free, потому что там у нас в основном на все марки есть скидка 2 плюс 1. Поэтому я себе купила так. Я себе купила от Yves Saint Laurent помаду Baby Doll для щек и для губ от Dior Addict Extreme и одну Clinique. Сейчас я вам все покажу. Свочи делать не буду, потом в другой день как-нибудь вам покажу все свои помады и сделаю свочи. В общем, купила такой вот, вы, наверное, это видели. Оно недавно, насколько я знаю, недавно появилось вообще в протажу. Вот такой вот у меня номер 5. Кстати, на губах сейчас. А Dior Extreme я купила себе в номере 639 Riviera. Он такой вот оранжевый цвет. Обалденный такой оранжевый цвет. Очень мне вообще, если честно, помады понравились. Не знаю, видите, очень мне понравились. Очень не увлажняют губы. Они очень хорошие, продают цвет. Их пигмент потом, когда уже вся помада съедается, остается. В общем, эти Dior мне очень-очень понравились. Последнюю помаду, которую я купила, это вообще был нонсенс какой-то, потому что я ее увидела. Просто посмотрела на номер, написано 50, мат бьюти, там какой-то номер. Думаю, посмотрим. Я ее вытащила, нанесла на руку, смотрю, так говорю, вау, классная помада. Взяла быстро на губы на краску. Думаю, вау, обалденная помада. В общем, я ее взяла и в подарок такую же взяла. Она обыкновенная вот такая, из матовой серии от Clinique. И она такая, я даже, она как розовая такая, знаете, как цвет старой розы, но она обалденно смотрится на всех. И на брюнетках, и на шатангах, и на блондинках. В общем, присмотритесь, номер 50. Мат бьюти она называется. И последнее, что я из косметики купила, и я сейчас не знаю, куда я положила упаковочку, но неважно. Вот такой вот от Clinique попробовать. Это я уже купила у мамы в городе. Вот такой вот от Clinique попробовать тональное средство, сухое. Оно как пудротональник, потому что у меня сейчас есть вот такой вот тот Clorans, которым я безумно довольна. Только я немножко, конечно, извините, лоханулась цветом. Вот такой вот. Но ладно, это ерунда. Зимой с цветом можно, как говорится, ошибиться. Купила себе вот такой вот в номере 120N. Я думала, это будет, нет, в номере 110P, то бишь порцелан. Но, как оказалось, это какое-то рыжее средство, которое вообще на себя не могу носить. Оно, в принципе, держится неплохо. Неплохо матирует лицо, но оно вообще мне абсолютно не подходит по цвету. В общем, с этой покупкой я, если честно, провалилась. Поэтому буду искать, кому это отдать. Вообще, один раз только пользовалась. Но невозможно на моем лице. Абсолютно выглядит желтым, рыжим. Хотя здесь абсолютно выглядит белым. Ну, абсолютно не мой цвет. Не знаю. Что-то не то. Ну, и сегодня это были все мои покупки. О, боже, получилось очень длинное видео. Очень извиняюсь, но хотелось все всунуть в одно видео и все вам быстренько сразу показать. Более подробные отзывы именно о декоративной косметике я буду, конечно, делать еще как бы в дальнейшем. Буду вам показывать помады, как они на мне смотрятся. Все это сделаю. Сегодня я, в общем-то, хотела вам, в принципе, показать, что я купила. Какими покупками я довольна, какими нет. А скажу, что единственной покупкой, которой я недовольна, это вот этим тональным средством. Потому что, ну, как-то вообще я пролетела полностью со цветом. То бишь не то, что даже пролетело и оно просто намного темнее, но просто вообще абсолютно не мой цвет и делает меня абсолютно другой. Поэтому это точно кому-то пойдет. А, в принципе, все остальное я очень довольна. Мне будет очень интересно попробовать все эти новые штучки, которых у меня еще никогда не было. На сегодня все. Увидимся очень скоро. Пока. Всем привет, мои дорогие. Я вернулась с отпуска. И я к вам вернулась после недельного отпуска. Не было ни одного видео на моем главном канале. Не было ни одного видео на моем канале.